И всем привет, ребят, с вами Мистер Ваньки, сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен долгожданному анонсу того самого ивента, про который я уже говорил на протяжении где-то последних нескольких дней. И теперь у нас есть полноценная информация по самому ивенту, пройдемся, посмотрим, обсудим и я выскажу свою точку зрения, связанную с этим ивентом, который стартует, как я уже и говорил, и ванговал 12 апреля, именно в день космонавтики. Обо всем по порядку, начинаем с того, что этот ивент продлится с 12 апреля по 9 мая, 9 мая не включительно, а только до рестарта, есть возможность получения новых скинов на паладина рикошет, Ну и в целом ивент представляет собой такую же дефолтную цепочку, которая была у нас в прошлом году, которая у нас была на Хэллоуин, то есть вы прыгаете по определенным участкам, по определенным, можно так сказать, островочкам, да, и когда вы заканчиваете полный остров, то вы переходите на следующую ступень. Таких ступеней в этом ивенте будет целых 5, теперь они называются как чекпоинты, и за каждый этот чекпоинт можно будет получить призы. Также в этом ивенте есть особые миссии, за которые можно будет нафармить в сумме 280 единиц энергии, и я так понимаю, что эти супермиссии также будут работать на протяжении практически одного месяца. Также у нас будут выпадать особые золотые ящики, в которых будет один особый голд равен одной единице энергии, то есть это то же самое, что было с конфетами на Хэллоуин. Ну и также будут специальные спецпредложения с энергией, и приобретая танкоин и премиум аккаунт в магазине, также можно будет получить эту самую энергию. Также выполняя ежедневные и особые миссии, только я вот не понимаю, еженедельных нету что ли? Я думаю, что еще и еженедельные, за них тоже можно будет получить эту самую энергию. На один ход вам нужно будет потратить целых 10 единиц энергии, вы можете полететь на 1, 2 или 3 шага вперед, а откатиться назад, если откатит, то откатывайтесь сразу на 5 шагов, но дважды на одну и ту же точку отскочить вы не сможете. То есть такого скрипта, который был, например, у нас на Хэллоуин, когда я не мог дальше 4 или какого-то круга 5 пройти, такого уже нет. Ну и я, честно говоря, не вижу, можно ли идти дальше 5 чекпоинта. Скорее всего, я так понял, что нет. И это, если вы проходите 5 чекпоинт, получаете новые паладина, рикошета, ретро, фьючер скины и на этом у вас данный ивент заканчивается. Как я понял, если я вдруг не прав, поправьте меня в комментариях к этому видеоролику. Ну и что можно получить за чекпоинты? Первый чекпоинт – краска участника игры. Второй чекпоинт – ядерная энергия 10 и слот для защитного модуля плюс 1. Третье – скины с Маки и Васпа Легаси. Я думал, что они будут в челлендже, а они, оказывается, засунули их сюда. Четвертый чекпоинт – дрон Кризис модуль броненосец, устройство Пульсар для рикошета. Это устройство, которое критическим уроном будет наносить все возможные статус-эффекты. Я не знаю, насколько жестко это будет работать, но исходя из того, что нам сказали в видеоблоге, должно быть интересно. Должно быть интересно, все зависит от того, сколько там будет критов. Да, большое ли количество или небольшое, но такое интересное устройство. Ну и также появляется еще одно новое устройство, которое будет в спецпаке за 20 тысяч тонкоинов. Это устройство для рикошета из пепеляющего поля. Это устройство на рик, которое за счет крита будет наносить по противнику поджог. Не сказал бы, что это супер жесткое устройство, скорее всего, будет. Но, в принципе, что-то новое можно будет тоже потестировать, посмотреть. Ну и, в общем и целом, это, наверное, все, все очень быстро, компактно. Для тех ребят, которые, возможно, не совсем что-то поняли, этот видос более полезен. Для тех, кто и так умеет все быстро и грамотно читать и понимать. Тут, наверное, менее что-то полезное получил. Но, что касаемо моего личного мнения по поводу всего этого, нужно будет смотреть, насколько будет сильно откидывать назад. Да, то есть, от этого многое зависит. То, что здесь дают броненосец за четвертый чекпоинт, это круто. Это моя личная возможность получить броненосца, если это будет реально. Ну и, если вы также хотели бы увидеть, за сколько танкоинов, за сколько энергии можно пройти вот эти вот чекпоинты, то поддержите видеоролик лайком. Если наберем более двух соточки, то я для себя пойму, что в первый же день, может быть, ну, может не в первый день, да, но в те дни, когда уже начнется этот ивент, что мне по возможности нужно как можно быстрее пройти эту замечательную игру и понять уже, сколько энергии на все это дело нужно потратить. Если интересно, то обязательно поддерживайте данный видеоролик лайка. Также, понятное дело, что будет формилочка какая-то танкоинов. Насколько она будет большая, никто, конечно же, не скажет, но если разработчики не учли тот момент, который был в прошлом году, да, то, может быть, есть шанс на то, что будет, опять же, лютая формилочка танкоинов. Поэтому надо все смотреть, надо тестировать. У кого, конечно, есть возможность, тот и сам может все это делать, оформить, показать, да, как это работает. Ну, а я постараюсь также, в свою очередь, если будет у меня такая возможность, тоже быстренько все это дело оформить и тогда уже понять, стоит ли мне на основе потеть за четвертый чекпоинт и бороться за этот модуль броненосца. Поддерживайте его директ лайком, подписывайтесь, друзья, обязательно на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. У меня на этом все. Ну, не забывайте также про тег создателя контента. Мой личный тег это тегтимпэ, оформляйте покупочки через него и в конце уже этого месяца также у вас есть возможность поучаствовать, до конца, вернее, этого месяца, есть возможность поучаствовать в розыгрыше на 50 тысяч танкоинов и на 2 миллиона кристаллов. Все нужное и необходимое есть в описании к этому видеоролику. Поэтому, если вам это интересно, если у вас еще до сих пор мой личный тег создателя контента не стоит, то можете оформить, поставить и участвовать. Мне будет очень приятно. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.